Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пустой словарь задается вот так. Словарь не пустой задается путем перечисления ключ-двоеточное значение. Ключом может служить любой хешируемый объект. Значением может служить вообще любой объект. В принципе, вы можете использовать вообще любые значения ключей. И вообще любые хешируемые типы. Что означает для питона любые константные типы. Но понятное дело, что в подавляющем большинстве случаев, будьте здоровы, у ключа всегда один тип. Ну понятно, иначе зачем нам в принципе что-то куда-то мапировать. Словарь, он же маппинг, он же собственно словарь. Мы можем организовать словарь как преобразование одних строчек в другие. В действительности, как мы помним по лекции, он устроен как хэш-таблица. Правда, чуть более хитро модифицированная. Потому что в хэш-таблице хранятся только индексы. А сами ссылки на объекты хранятся в обычной структуре данных, похожей на списки. В современных словарях это так, начиная с тришестого питона. Помните эту историю. Проект ПП, питон написанный на питоне, изобрел вот такой формат представления словарей, который тратит существенно меньше памяти. Ну вот это все. Словари. Кстати сказать, у словаря есть циклический конструктор. Я это тоже говорил, вы можете написать что-нибудь в таком духе. Ну, наше любимое умножить на 2 плюс 1, двоеточие, ну скажем, стр. Вот и, или даже не так, ф. Да, там. И, только здесь вот в кавычке, видите, фигурные скобочки. Вот. С тех пор, как в питоне придумали форматированные строки, оказалось, что это безумно удобная штука. Вот. Мы, кстати, после лекции поговорили с одним из нас на предмет того, что не такая уж она и опасная. Помните, я говорил, что Eval это очень опасная вещь, пользователь что-то вводит, оно Evalится и всем становится странно от этого. Так вот, форматированные строки, это не совсем Eval в том смысле, что они контролируются программистом. Да, главное, чтобы в этих переменных, вот в этой E, ничего страшного не было. Но даже если там есть что-то страшное, это всего лишь подстановка значения. Да. Что-то реально неприятное можно написать в фигурные скобочки. Но если бы программист сам в свою программу написал что-то реально неприятное, то он сам себе злобный бурати. Вот. А вариабельность того, что может быть внутри, это, в данном случае, объект с именем E, она не настолько страшная. Ну вот, for E, in, range, ну скажем, от той же десяти. Вот наш любимый конструктор, ну вот, сгенерировал нам вот такие, вот такой словарик. Вот, словарик. Словарик довольно эффективный инструмент хранения данных в силу того, что он используется хэш-таблицу. То есть в некоторых случаях скорость доступа к, в большинстве, в среднем, в среднем скорость поиска по словарю чуть ли не константа. Довольно большая константа в силу, ну, некоторой сложности реализации, но константа. Это очень важно. Хэш-таблица всегда содержится более-менее в порядке. И вот, да. Поэтому, на самом деле, может показаться, что словарь это не очень, не очень такая популярная вещь. На самом деле, словарь это очень частая штука, которая используется практически во всем питоне. Об этом я расскажу чуть позже. Но сначала про свойства словарей. Итак, у словаря есть еще какое-то количество методов, вот, из которых нам, наверное, интересен факт, что есть метод iter. И это означает, что по словарю можно запустить цикл. И вообще его можно распаковывать. Он является последовательностью. Он итерируемый. Вот. Правда, это некоторые читерства, потому что эта итерация будет происходить вот по этому объекту, на самом деле. По последовательности ключей. Обратите внимание, что это не список. Это специальный тип данных. Вот. Это специальный тип данных. Смысл его в том, что это нехранимые последовательства, а, разумеется, вычислимые. Она будет лазить в голову словаря за элементами. Да? Вот. Мы можем написать что-нибудь типа А, Б, С, звездочка, Д. А, Д у нас есть, да? Тогда Х, У, З, звездочка, звездочка, там, допустим, Т, и там, W равняется, Д точка Кейс. Помните, что это за странная операция распаковки со звездочки? Кто помнит? Что? Да. А, если мы не уверены в том, сколько у нас элементов в последовательности, то мы не можем напрямую использовать операцию распаковки, потому что если элемент в последовательности не соответствующее число, чем имен в левой части, то распаковка, связывание не произойдет. А так оно произошло. Вот. Просто в ТЭК нам приехало все, что не приехало в Х, У, З, и Д, У. Такая вот удобная фишка. В 3.5 питоне появилось или в 3.3, где-то там, относительно недавно. Вот. Ключи. Да? Ключи в списке уникальные. Значения, разумеется, могут быть неуникальными. Да? Мы можем вполне себе сконструировать список вот так. Вот значения неуникальные. Видите? Вот. Вернем, как было. Значит, соответственно, D.values выдаст нам список значений, а D.items — список пар. Кстати, из этого списка пар можно сделать обратно дикт. Вы можете взять любой список пар и из этого списка пар сделать словарь просто конструктором дикт. Дикт понимает, когда ему передали последовательность пар. Ну, например, можно позипить что-нибудь, типа вот zip, допустим, qwerty, range от 6, получить zip object. Если мы часть это преобразуем в список, мы увидим, что это просто последовательность пар. Вот. А если мы это преобразуем в словарь, то мы получим замечательный словарь на выходе. Вот. Да, напоминаю, что zip object, операция zip — это просто такое транспонирование. У нас было два объекта по шесть элементов, а получилось шесть кортежей по два элемента. Соответственно, все нулевые элементы в первом кортеже, все первые во втором, все вторые в третьем и так далее. Вот. А из этого, из этого, из этой последовательности пар дикт может сконструировать себя. Ну, по-моему, все довольно очевидно. Вот. Значит, дайте мне подумать. Зачем я это сказал? Да. Так вот, если вы написали, скажем, вот так. Да? Вот так. То, в принципе, вы могли бы написать и вот так. Это вообще одно и то же. Вот. Потому что итерация по... Итератор из словаря — это итератор по его ключам. Ну, можно написать там for, i, ind. Да? Все будет то же самое. Это его ключи. Такие дела. У словарей, как я уже сказал, довольно много методов. Всяких интересных. Например, ну, понятно, у словарей есть длина. Это, ой, извините. Это количество элементов. Вот. Что из этого еще можно интересного обнаружить? Ну, например. Например, ситуация такая, что словарь — это... что индексы у него уникальны, и поэтому нет операции просто добавления в словарь. Ну, то есть, нет, есть операции, но вы обычно пишете что-нибудь типа такого. d ку-ку-ты равно одному, да? Вот. Вон оно в конце оказалось. Да, кстати, начиная с 3,7-го питона, последовательность... В отличие от множества, в котором последовательность элементов не фиксирована, да, элементы во множество, если вы итерируетесь по множеству, не обязательно идут в том порядке, в котором вы ожидаете. А вот элементы в словаре всегда идут в том порядке, в котором вы их туда положили. Вот. Это начиная с 3,7-го, по-моему, питона зафиксировано окончательно. Начиная с нового метода для реализации словарей три шестого питона это свойство существует но официально она появилась пункток в 371 вот значит у вас есть метод pop вот значит не знаю в 371 возможно возможно метод pop в силу того что у нас последовательность добавления элементов словарь фиксирована может быть и без параметров в 36 питоне который здесь стоит нам нужно еще указывать собственно какой элемент мы собираемся вынимать ну скажем элемент с индексом 19 вот этот вот напоминаю что в случае удаления элементов из словаря вот эта вот таблица в котором хранятся ссылки собственно на объекты которые которые не хэш таблица с двумя третями свободных свободных мест а короткий список этот список превращается уже не список потому что из него ничего не удаляется просто соответствует или соответствующий элемент помечается как удаленный да это делается для того чтобы не при не реструктурировать память лишний раз и и соображение что удаление списка довольно редкая операция вот поп нам выдает выдает элемента по по этим нам выдает произвольную пару ну кстати кстати обратите внимание в данный момент он выдает не произвольную пару а прям последнюю так что может быть может быть дать почитаем по нему документацию может быть это уже исправили help сам вот то есть в 3 что он питоне еще не сказано что он вам вернет последнюю написано какую-то не исключено что в 371 посмотрите когда кому не лень документация уже это переписали потому что понятно если у нас официально последовательность добавления элементов словарь фиксирована значит и последовательность их снятия тоже может быть фиксирован значит что еще интересного значит операция clear поскольку словарь модифицируем объект мы помним что с модифицируем объектами есть такая штука что когда мы когда мы его модифицируем идентификатор самого объекта не меняется потому что ну как был словарь так и остался там допустим написали вот вот это вот вот написали до идентификатор объекта естественно не поменялся содержимое поменялся дни чко торнета поэтому вы можете написать вот так вот и тем самым у вас словарик просто обнулиться но при этом идентификатор его не поменяется это как если бы удалили из него все объект собственно это она иди обратная ситуация мы хотим сделать копию словаря который ссылается на те же объектами является другим объектом другим словарем для этого есть копия ну давайте мы восстановим это разумеется два имени одного и того же объекта да а вот если мы скажем то мы получим другой объект видите при этом они будут равны равны но не являться друг другом разумеется копия апдейт и from keys да еще get и set default что касается апдейта то это понятная вполне операция для того чтобы массово обновить значение элементов словаре из другого словаря вы ему говорите что-то типа d и . апдейт и дальше пишите собственно я из чего обновлять да вот обратите внимание что операция апдейта она может и добавить элемент у нас не было элемента 12 а теперь появился а может и перебить элемент у нас был момент qq он был равен единице а теперь у нас элемент куку кстати не был ну предположим был господи а теперь у нас элемент куку равен не единице сто пятьсот вот можем поменять на сто пятьсот один да вот пожалуйста понятно операция апдейт гораздо более интересная операция from keys операция from keys это на самом деле она используется обычно не так а как вот так вот дикт точка from keys от d это сконструировать новый словарь у которого все ключи как у словаря d а значение ну либо но он либо вы эти значения по умолчанию задаете вот очень бывает удобно когда вы хотите сделать новый словарь который имеет такую же структуру как старый словарь только заново перезалить какой-нибудь хранилище чего-нибудь да ой вот пустой список делаете и дальше по и по этим же индексом ну короче у меня по вот наконец метод get и метод set default тоже довольно полезные методы зачастую надо пользоваться ими они методом не непосредственным квадратными скобочками напоминаю что на словарями возможна операция индексации вот потому что у словаре есть метод китай тем и вы можете писать вот так допустим седьмое или допустим куку ты а а можете писать д . get ну тоже самое седьмое отличие метода get от операции индексации состоит в том что можно написать вот так что произошло кто мне может объяснить правильно единственный объект который при возвращении не выводится командной строкой это но он значит в отличие от операции вот такой которая ошибочная до которую операции индексации с несуществующим ключом приводит к ошибке операция метод get с несуществующим ключом возвращает но он ну или если вы хотите что-нибудь другое вернуть возвращает что-нибудь другое осталось только придумать метод который не только возвращает что нибудь другое если она есть если если вы нету если такого ключа нет в среди ключей но еще и присваивает его туда например вот вот да у нас нету да если напишем d допустим восьмое сет дефолт восьмое и там что нибудь бери то во первых нам он работает как get да он нам возвращает значение восьмого элемента или если такого нет возвращает виве а во вторых он работает как сет потому что теперь у нас есть восьмой элемент и он равен виве довольно удобная штука вот этот самый сет дефолт одновременно заводит значение по умолчанию этого элемента и одновременно его и выводит соответственно если мы сейчас напишем то он все равно увидит в ве потому что восьмой элемент уже есть такой метод который либо возвращает вот это и это же прописывает как значение по умолчанию как значение данного элемента либо возвращает и значение данного элемента есть, и оно есть. Вот такие методы у словариков. Напоминаю, что помимо словариков у нас еще с вами были множество. Как предыдущий шаг, множество, к сожалению, не задается, пустое множество не задается фигурной скобочкой, а задается вот так. Потому что пустые фигурные скобочки — это словарь. А в остальном множество очень похоже на все остальные элементы, за исключением того, что оно множество. Ну, например, вы можете сказать... Один, ды, 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 ды. Обратите внимание, что я намеренно допустил повторение нескольких элементов одинаковых. Во множество, естественно, они не попали. Обратите также внимание на то, что они идут уже сейчас не в том порядке, в котором они туда попали. Множество элементов неупорядочены. Множество — это, с точки зрения прошлой лекции, чистая хэш-таблица, прям как она есть. Берется элемент, берется от него хэш, делается остаток отделения на число кратной степени двойки, близкое к размеру множества. И вот в таком виде хэш-таблица хранится. Про множество я вспомнил только потому, и не только потому, чтобы рассказать, какие над них были. Значит, да. Возвращаясь к словарям, извините. Я забыл это сказать, потому что мне это казалось глубоко естественным. Но, разумеется, если вот у нас есть словарь, и мы написали, допустим, 12 in d true, то скажите мне, почему это true? Где встречается 12? В ключах. В ключах, совершенно справедливо. Поскольку мы говорим, что словарь как последовательность, это последовательность ключей словаря, то в данном случае это вот это 12. Вот. Ну, например... Ну, так вот. Что же касается множества, то, естественно, элементом множества является там... Вот. Если мы заведем несколько множеств, мы можем вычислять над ними теоретикой множественной операции. Че? Не та скобочка. S, N, T. Че? Вот так. Вот. И это у нас пересечение множеств. Как оно? Конъюнкция. Да? Я все время их путаю. Эй, опять неправильно написал. Это у нас объединение множеств. Она же дизъюнкция, да? Это у нас симметрическая разность. Сейчас. Это просто разность, да. Да, совершенно справедливо. А вот это вот симметрическая разность. Еще дополнение бывает. А, разность это и есть дополнение, да? Одного до другого. Вот. Что касается множеств, то, как видите, в ню еще больше, еще больше всяких функций. Вот. Из них представляет, наверное, интерес из дизжоинт. А что такое дизжоинт? Это вообще что такое? Что-то я даже не знаю, что это такое. Из них представляет интерес, конечно же, из субсета и суперсета, то есть проверять, входит ли одно множество целиком в другое или не входит. А, понятно. Нул интерсекшн. Дизжоинт – это означает, что у нас вовсе не пересекаются. Дизжоинт – нет общего. Можно было перевести самому на русский. Вот. То есть можно написать так. Так, у нас S, ну, то есть T. T, точка, из дизжоинт, вот, допустим, 8, 9, 0. Думаю, что будет true. А если еще сюда 3 добавить, думаю, что будет false. Так, ну вот. Это просто добавление элемента множества. Вот. Просто добавление элемента множества. Update – это добавление нескольких элементов множества. Я так думаю, даже прямо из последовательности. Только, ой. Ничего себе. А что, раньше хешируемый элемент? Ну, похоже, да. Он же неизменяемый. Неожиданно. Не надо нам такого. Вот. Я-то другое хотел сказать. Я хотел сказать не and, а update. О, смотрите. Update – это значит обновить наше множество, добавив сюда все элементы из последовательности, которая справа. Само множество тоже может являться последовательностью. Ну, классический пример. Какой там? Ну, например, его можно распаковать. Да? Вот. Единственное, что распаковка множества вот такая нам не гарантирует, что какой-то первый элемент множества попадет в первое имя, второй во второе, третий в третье, потому что нет никакого первого, второго и третьего элемента множества. Мало ли, вот они сейчас в таком порядке, а может быть, в какой-то момент у питона переклинчат что-нибудь в голове, они будут в другом порядке. Порядок распаковки множества точно так же, как порядок циклического обхода множества не гарантирован. Множество — это множество. Мы с вами видели, что не в том порядке там появляются элементы, в котором они добавляются. Например, когда мы добавили целый рейндж вот сюда, вот. 0, 1, 2, 3, 4 здесь, а 5, 6, 7 здесь, 8 тут. Вот. Ну, в общем, сами видите. Значит, что-то еще интересное было из множеств. А, вот вместо минус равно можно было написать remove, кстати. Remove — это найти и удалить соответствующий элемент во множестве. Вот. Мне интересно, что означают вот эти методы, которые с апдейтом. Давайте попробуем почитать help. хорошее метод, я не понимаю, что он взял. разве наше множество не изменится, если в него добавить пересечение этого множества с другим множеством? Что-то я не понимаю. А, понятно. Мало того, что мы сделали intersection, мы еще засунули его в множество s, а все остальные элементы выкинули. Вот в чем дело. Это такое, что-то типа n равно. Вот, intersection update. Ну окей. Соответственно, symmetric difference update ровно так же работает, difference update ровно так же работает. Тогда все понятно. Ну, собственно, все. Есть еще pop-метод по отношению к методу add. Да, мы можем добавить элементы, потому что мы можем произвольный элемент оттуда выковырять. Ну, неважно какой. Вот. Еще что такое union? Тоже, кстати, не знаю. А, так это просто объединение. Господи, я тормюсь. Извините. Хорошо, множество. Давайте посмотрим, что еще. Самое интересное-то я не рассказал. Вот. Самое интересное-это вот здесь где-то. Да. Теперь относительно того, про что в прошлый раз уважаемая публика говорила, нет, не помню. Переменное количество параметров у функции. Вы можете написать что-то такое. Дев, F, N, там, A, запятая звездочка, R, G, P, позиционные параметры. Ну, здесь написать что-нибудь не страшное. И тем самым мы определяем функцию, которая зависит от одного или более параметров. Да. От нуля параметров не можем. У нее есть один обязательный параметр. А вот одного, от одного уже можем. Мое любимое слово. Вот. Как видите, напоминаю, что если вы позиционные параметры не распаковываете, здесь вот они приезжают в виде кортежа. То есть имя ARC B ссылается на кортеж. И вот они все в этот кортеж приехали. Если у вас нет дополнительных параметров, кортеж пустой. Если есть, не пустой. Обратное тоже верно. Вы можете вызвать функцию, там, написать что-нибудь типа такого. И вызвать функцию FN, не распаковывая этот кортеж. Сказать, так, ребят, у нас есть кортеж C, распакуй его, пожалуйста, передай функции. Такие дела. Ну так вот. Такая новая тема. Не помню, была ли она целиком. Целиком она точно не была. Такая новая тема. В функции есть так называемые именованные параметры. Вы можете написать буквально следующее. DEFN, A равняется 1, B равняется 2, C равняется 3. Print A, B, C. Именованные параметры обладают двумя свойствами. Свойство первое. Они забивают значение по умолчанию в наши локальные имена. То есть вы можете написать что-нибудь типа FN, и у вас все равно A будет равно 1, B равно будет 2, а C равно 3. Свойство номер 2. Вы можете написать что-нибудь вот такое. Вы можете задать значение переменных, значение локальных имен не в том порядке, в котором они идут. Просто написав локальное имя C равняется 100 500, A равняется сколько? Вот так вы написать не можете, потому что никакого имени ZZ наша функция FN, вот в том виде, в котором мы ее задали вот тут, не ожидал. Кто из здесь присутствующих вспомнит, мы использовали уже именные параметры. Где? Когда принт. Точно, у принта есть как минимум, да-да-да, CEP, YENT и еще файл на самом деле. Если у вас открыт файл, еще есть флаж для файла. Да, да, флаж равняется true, что если вы пишете в файл, чтобы он все-все-все записал, даже несмотря на то, что обмен с файлом происходит по облочке. Совершенно справедливо. Вот, значит, именные параметры. Так вот, именные параметры тоже можно не распаковывать. Вы можете написать так. А, 100, C, ну, B для простоты. Ну, не знаю, там, минус 1. FN, вот звездочка, звездочка, P. Что наводит нас на мысль. Помните, я говорил, что на самом деле вот такая операция, это очень дешевая операция. Потому что, и вот такая. Потому что на самом деле все эти параметры приезжают в качестве одного кортежа. Только потом они перекладываются, переупаковываются вот так. Да? Так вот, все именные параметры приезжают в качестве одного словаря. На самом деле это именно словарь и ничто иное. Поэтому, когда мы передаем вот этот словарь, ну, мы передаем словарь. Все. Вот. То же самое верно и для формальных параметров. Да? Если мы сделаем вот так вот. R, G, N, именные параметры. То мы увидим, что вот эта функция FN обладает волшебным свойством, что какие бы именные параметры мы ей не передали. Некрасиво. Вот. Они все туда приедут именно в таком виде, в котором, ну, именно в виде словаря. Таким образом, мы сейчас можем написать функцию, которую можно передать любое количество любых параметров, позиционных и именных. Для этого нам нужно только совместить эти два метода. Позиционные. Да. Именные. Ну, а дальше с ними что-нибудь делать. Ну, вот. Все. Наша функция dump вообще работает от чего угодно. Пустая с любым количеством параметров и с любым количеством позиционных параметров. Такие дела. Вот еще одно место, где в Python активно используются словари. Кто-нибудь помнит? Мы этим пользовались, когда говорили про пространство имен. Locals и Globals. Да, Locals и Globals. Совершенно справедливо. Вот у нас есть функция dir, которая нам выводит только имена наших, ну, имена, содержащие в пространстве имен. А вот функция Globals выводит нечто, что подозрительно напоминает словарь. Давайте-ка я выйду и войду, чтобы зачистить это дело. О! Так вот, значит, сейчас я напишу что-то типа a, b равняется 1,2. И у нас в этом Globals появятся вот такие значения. Знаете что? А если я напишу так? Globals. Ну, давайте даже ради интереса. g равняется Globals. Сейчас возникнет довольно забавная ситуация. Имя g у нас ссылается на словарь, в котором лежат глобальные имена, в котором есть строчка g, ссылающаяся на словарь, в котором лежат глобальные имена, ну и дальше рекурсия. И что получится, как вы думаете? О! Python догадался. Видите, вот это. Это ситуация, когда Python видит объект, который ссылается сам на себя. Ну, например. Понятное дело, что попытка пройти рекурсивно эту структуру данных ни к чему хорошему не приведет. Как вы думаете, можно ли организовать рекурсивную структуру данных константную, например, рекурсивный кортеж? Вот я что-то не придумаю сейчас в хоме. А, то есть... Бесконечные словари я могу организовать. Более того, бесконечный словарь, точнее, если взять не сам словарь, а так называемый дефолт дикт. Это словарь, у которого есть значение по умолчанию, он в модуле collections. И с ним можно сделать что-то очень похожее на лисповские списки, у которых есть голова и хвост. Вот, я помню, была такая статья. Кстати, надо найти, потому что у нас сегодня разговор про словари, может быть, интересным будет. А вот насчет бесконечных кортежей мне что-то берет сомнение. Ну так вот, смотрите, мне не удалось сделать рекурсивным объект за один приход. Мне приходилось туда добавлять. Вот, поскольку в кортеж добавлять нельзя, я думаю, что и этим он безопаснее, чем список. Окей. Ну так вот. Знаете, что будет, если я скажу ГА? Давайте еще раз. А. ГА равняется сто пятьсот. Да. То есть, на самом деле, вот вам еще одна тайна питона раскрыта. Нет ничего таинственного в пространствах имен. Это словари. Обычные. Так вот, есть, которые не могут сделать как бы имя ГА? Например, если удалить Г, то знаете, что будет? Все. Ну, то есть, нет. Это-то никуда не денется А вот имя Г пропало Такие дела То есть Вы с этим можете манипулировать, конечно, если очень хотите Но главное здесь другое Главное то, что сама реализация пространства имен Оказывается внутри языка программирования Это просто словарик, к которому мы имеем доступ Причем доступ на записи в том числе То же самое относится, кстати, к понятию лок Про словари, видимо, пока что все Хотя давайте мы посмотрим, что у нас есть в коллекшнсах Там, кажется, есть несколько интересных структурчик данных Есть default dict Про деку мы уже с вами говорили, да? Вот User dict, user list, user string Это просто реализация соответствующих структур данных Но прямо на питоне Это не так интересно Вот Ordered dict Это такое легоси Напоминаю, что до 36-го питона Элементы в словаре содержались не в том порядке, в котором туда добавляли А вот какой-нибудь Counter Довольно интересная штука Значит, давайте сейчас с default dict начнем Да, д равняется collections Точка Default dict Дайте только help по ней почитаем Там интересно Вы должны Предоставить Factory То есть вы должны предоставить функцию, которая конструирует Конструирует Дефолтный элемент Например, вы можете сказать так Д равняется collections Точка Default dict А здесь функция, которая конструирует Ну, пресет Пустое множество Видите, да? То есть Какой бы мы ни взяли элемент У него есть значение по умолчанию И он сразу добавляется туда То есть вы можете теперь писать При использовании default dict Вы можете, не глядя, писать что-нибудь типа такого D, допустим, раз-два-три Точка add Или там update Или даже плюс равно Да Не плюс равно Виноват Вот так Ну, понятно Дизъюнкция И да, у вас появляется D раз-два-третья В котором добавлены эти элементы Если вы напишите еще раз Ну, ничего не изменится Понятное дело Потому что у нас дизъюнкция такая А вот если вы напишите здесь что-нибудь вот такое Вот То он добавится Не заморачиваясь начальным значением С обычным диктом Вам пришлось бы еще немножко поупражняться с дефолтом Вот С дефолтом диктом не нужно Вот И да, и counter Да Он на букву C большое, по-моему Counter Давайте почитаем про него Давайте почитаем про него Значит, что такое каунтер Вы Берете Последовательность Эта последовательность Распиливается на кусочки На элементы последовательности Каждый из них считается ключом И про каждый из них считается Его Количество Да Ну, что-то типа такого C равняется Collections Точка counter Допустим, не знаю, там Ну, в примере был вот так Да И он посчитал просто Сколько у вас было элементов S Элементов V Элементов Q Элементов A И у него есть всякие штуки Всякая статистика мелкая Да, там Most common какой-нибудь Или Ой, что такое субтракт Ну, короче, почитайте Интересная штука Элемент Вот это все Вот В принципе, интересный модуль Collections Не было у меня в планах Его сильно Разглядывать Вот Но Ну, в общем, понятно Так Что еще можно Значит, это было все На самом деле рассказ Про словари множества И рядом с ними За прошлый раз Вот Что можно рассказать про этот Про, ну, какую-нибудь Новую тему на сегодняшний Значит Что мы еще не знаем Например, про функции Не помню Аннотации мы не знаем Но аннотации я хотел бы отдельно рассказать Декоратор Декоратор мы не знаем совсем Имеет ли смысл Рассказывать про декораторы До Рассказа про объектную модель Они, в общем, нужны Там, где классы появляются Можно, конечно Декоратор Декоратор Это интересная тема Давайте вот что Есть одна тема Которую я Регулярно пропускаю Потому что она Немножко извращенная Вот А на самом деле Про нее надо поговорить Для этого надо Отсвежить в памяти Такую штуку Как Generator Обжиг Помните Мы, когда проходили функции Мы тут же Рядом с ними Поговорили про генераторы В которых есть Yield То есть Если вы пишете Что-то в таком духе Дев Там, не знаю Ген Вот А И здесь пишете Что-то типа Yield А А Yield Не знаю А пополам Yield 0 Тупо То Тем самым Вот это Видя Слово Yield Ваша Python Знает Что вот этот Объект Который будет назван Ген Это не функция Такая А это Вернее Это функция Такая Которая возвращает Генератор Это функция Но то Что она возвращает Это генератор Обжект У этого генератора Обжекта Есть Одно право Вернее Одна обязанность Это Реагировать на метод Next Выдавая следующий Объект А мы генераторы Писали У нас даже домашние Задания на них были И одно право Возвращать Stop iteration Когда Последность Закончена Помнится Мы даже писали Генератор Бесконечный Помните Последность Конвея Да Вот По крайней мере Моя идея Была в том Чтобы написать Бесконечный Генератор Который просто Останавливался Ну как бы Мы сами Останавливались Глядя на него На n-ном Повороте Вот Генератор В принципе В принципе Вы можете усложнить Понятие генератора Передавая ему Генератору Вот сюда Новые значения Какие Выглядит это будет так Ну допустим От того же самого А Вы можете написать Так Типа n равняется Yield Ну не знаю Там от а Да Print n Там n равняется Yield Здесь что-нибудь другое Там не знаю А умножить на 2 Не важно Print n Ну и наконец n равняется Yield Это был не Yield Вот это был Yield Не знаю Что-нибудь еще Отделить пополам Print n Ну и все Return Помните да Что бывает Когда вы В функции Которую возвращает Генератор И делаете Return Не помните Если вы пишете Не Yield А Return Return это просто Stop iteration Вот и все Собственно Мы это на самом деле Знаем Потому что Мы помним Что бывает У функций В которой нету Return В конце Ну вообще Да Она делает Return Шикарно Значит На самом деле У этой функции Есть Return И именно Он привозит Стоп iteration Любой Return Из функций Которые возвращает Генератор То есть Функция Внутри которой Есть Yield Это просто Стоп iteration Ну вот Стало быть Вот у нас Такой есть Ген P С этими Объектами Параметрическими Генераторами Обходиться Надо слегка По-волшебному Почему Значит Потому что Первый вызов Мы не можем Туда ничего Передать Так что Если мы скажем Что-нибудь Типа ГП Равняется Ген P Вот Там Не знаю 1 От 12 ГП То Первый вызов Это Next Мы говорим Next Next От ГП А вот Второй вызов Надо писать Так ГП Точка Сент Скажем 100 И вот Этот Yield Он случился Нам вернулся Вернулась А Мы его вывели Здесь И Выполнение Висит Вот в этом месте Вот здесь Вот Когда мы находимся Вот тут Не вот тут А вот тут Выполнение Висит в этом месте Теперь мы говорим Давай дальше Вот тебе 100 Он Приехал сюда 100 Написал Это 100 Вызвал Yield Мы сидим Вот тут Наш генератор Обжиг Сидит Вот тут Мы ему говорим Приехал сюда 100500 Написал Это 100500 Вызвал Yield Мы сидим Вот тут Генератор Обжиг Сидит Вот тут Жижи Приехал сюда Минус единица Написал сюда Минус единицу Вывел ее Случился Return Стоп Стоп Убей меня Бог Не могу Представить Когда это Бывает Нужно Ну точно Бывает Нужно Вдруг Среди Здесь Есть люди Которые Себе могут Представить Вот это Угрюмые Молчание Аудитория Вот и я Тоже А выглядит Очень Остроумно Правда Ну правда Ж Вот После того Как у нас Изрядно Глядя на это Искривились Мозги Действительно Надо Говорить Про декораторы Терять нам Больше нечем Декораторы Дай бог Мне самому Не запутаться Потому что Они тоже Бывают Параметрические Я надеюсь Что у нас Хватит Для этого Мозгов С декораторами Это все Просто Допустим У нас Есть функция Какая-то Ну не знаю Вот Там А Б С Которые Return А умножить На Б Нет А Умножить На 2 Плюс Б Умножить На 3 Плюс С Прекрасная Функция Которая Волшебным Оборот Работает Не только На Числах Но еще И на чем На любых Последовательностях Совершенно Справедливо Поскольку У нас Ну вот Да Вот И мы Хотим Внимание Обмазать Эту функцию Отладочной Информацией Допустим А именно Написать Куда-нибудь На стандартный Вывод ошибок Например Какие параметры Этой функции Переданы И написать Какие значения Она возвращает Ну как это делать Давайте Как бы Ну во-первых Если это стандартный Вывод ошибок То Давайте скажем Про Сис И будем выводить Это все На Сис Садер Но это Не важно Сис Садер Вот Ну а можно Не будем Усложнять Ваш жизнь Потом расскажу Про Сис Садер Бог с ним Так вот Давайте Определим Функцию Ефун В этой функции Ефун Мне лень Перечислять Параметры Которые Собственно И будет Печатать Принт Допустим А Не Ну раз я уже начал Напишу Файл равняется Сис Стдр Вот Дальше Рез Равняется Фун Вот Звездочка А Принт Рез Файл Равняется Сис Стдр И видимо Ретерн Рез Чтобы Значит Вот Вот такая Обмазка Теперь Если мы Вызываем Функцию Фун От Раз Два Три У нас Получается Вот такое А если мы Вызываем Ефун Это Раз Два Три И это У нас Давайте-ка Вот что Сделаем Как мне Лень Надо Наверное Открывать Все-таки Редактор Уже Большая Функция Давайте Так Сделаем Ну Конечно Если Есть О.p В моих Лекциях Есть Почти Всегда Шмяк Во Что я хотел А я хотел А я хотел Разметить Тут немножко Принты Принты Давайте Разметим Ну просто Чтобы было Видно Что это Наша Отладочная Информация Вот здесь И вот здесь Тоже О Итак Помните Что такое Python 3 Минус И Идея В следующем Выполнить Вот это То что Написано В этом Файле И остаться В интерпретаторе Чтобы Неймспейс Остался Тот же Это то Что делает Нам Айдол Помните Айдол Когда вы Запускаете Программа Она Заканчивается У вас В интерпретаторе Залипает Весь Остаточный Неймспейс Вот Python 3 Минус И Делают Ром То же Самое Вон Они у Нас Эти Функции Залипли Ну так Вот Фун Там От Раз Два Три Можно А нет Три Да Е Фун От Раз Два Три Приводит К тому Что Нам По вызову Получается Мы Сначала Да Сначала Где он тут А Ну Черт Надо было В соседнем икошке Делать Чтобы было Посмотреть На что Вот Да Сначала Мы Выводим Входные Параметры Потом Вызываем Саму Функцию Потом Выводим Ее Результат Вот Он Потом Возвращаем И он Здесь Печатается Просто Потому Что Он Возвращается Вот Такая Обмазка У Этой Обмазки Есть Один Неприятный Момент Предположим Мы Хотим Обмазать Функцию Фун Этими Свойствами И Это Значит Что Везде По Тексту Сколько Ни На Что Можно Сделать Можно Поступить Немножко Извращенно Написать Вот Так Смотрите Даже Не Так Я Сделаю Я Вот Так Сделаю Я Не Напишу Это Здесь Я Напишу Это Здесь Фун От Раз Два Три Че Не То Понимаете Да Что Не То Да Вот Что Не То Я Так Немножко Себя Рекурсивно Вызву Плохая Идея Но Очень Хочется Заменить Заменить Вызов Функции Подсунуть Вызов Функции Фун Вот Эту Выдачу Как Быто Еще По Другому Сделать Видимо Нам Придется Передавать В качестве Первого Параметра Нам Придется Нам Придется Придумать Функцию Обмазыватель Вот Не Ефун А Что Небудь Такое Типа Предсловутый Дамп Дамп Напишем Дамп Да И вот Впишем Сюда Примерно Следующее Дамп Нет Тут Как раз Ф Здесь Ф Вот То есть Мы будем Передавать В нашу Функцию Дамп Функцию И параметры Вызывать Эту функцию С этими Параметрами Тем Самым К моменту Вызова Да Здесь уже будет Правильный Объект Вот Раньше Почему Здесь Произошла Рекурсивная Фигня Потому что Мы функцию Фун Перегрузили Теперь Имя Фун Ссылается На Ефун А Ефун Вызывает Фун Из себя И еще раз Вызывает И еще раз Вызывает Теперь Мы сделаем Не так Да Ой Не сохранил Что Да Теперь Мы сделаем Не так Да Значит Фун От Раз Два Три Дамп От Фун Запятая Раз Два Три Раз Два Три Тут Все В Порядке Да Никого Не смущает Что я Передал Объект Функцию В качестве Одной Из параметров Это же Просто Объект Такой Точно Никого Это Молчание Немножко Гнетущее Один Никого Отыскался Два Никого Окей Хорошо Так вот Теперь Мы можем Сделать Вот так Нет Не можем Это еще Плохая Функция Обмазыватель На самом деле Мы должны Поступить Намного Похитрее Мы должны Создать Новую Функцию Которая Вызовет Старую Функцию Но В обмазанном Визе Нам Недостаточно Просто Ее Обмазать Прямо Тут Иначе Нам Придется Все время Одно Другое Заменить Нам Нужно Сконструировать Новую Функцию То есть Мы должны Сделать Что Мы должны Сделать Вот так Дев Ф Вот Звездочка А Тогда Давайте Так Вот здесь Будет Ф А здесь New Ф Вот Вот так Во Это Это был New Ф Если Кто Не Узнал Спасибо То есть Идея Стоит В чем Мы Говорим Да Здесь Не Нужно Вот Это Все Во Мы Говорим Мы Придумали Штуку Которая Называется Обмазыватель Называется Dump Штука Которая Называется Обмазыватель Принимает Единственный Параметр Объект Функции Что он Делает Он Берет Этот Объект Функцию Зная Что у Этого Объекта Функции Только Позиционный Параметр Так Допустим Конструирует На основании Него Новую Функцию Которая Зависит От тех Самых Параметров Но У него Перед Вызовом Этой Функции После Ее Вызова Стоит Наша Обмазка Новая Функция Отличается От вызова Старой Только Вот Этим И Вот Этим И Вот Этим Функцию Возвращает Теперь Вот У нас Есть Фун От Раз Два Три Четыре Неважно Теперь Мы Говорим FF Равняется Dump От F Ну От Фун Естественно Значит FF Это Обмазанная Функция Мы можем Сказать FF Это Раз Два Три И Вуаля Таким Образом Мы Создали С помощью Эта Функция Dump Это Конструктор Функций Из Функции F Которая Что-то Делает С Нем Вот Теперь Вот Теперь Мы Можем С легким Сердцем Сделать Вот Так FUN Равняется Dump От FUN Все Вхождения Функции FUN В наш Код Внезапно Превращаются Вот В эту Ерунду Ну Вот Смотрите Ну Не знаю Что 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 Сделал Не так А Тут Умножить Было Я потерял Слово Умножить Вместо него Поставил Скобочку Почему Вот Так Отлично Да А теперь Берем И делаем Нашу Пресловутую Обмазку FUN Равняется Dump Вот FUN Вызываем То же Самое Угу Вот Наша Отладочная Выдача Видите Да Мы Можем Даже Еще Хитрее Поступить Только Надо Сейчас Пока Не можем Хотя Смотрите Где FUN FAS DIR От FUN Я хочу Вынуть Из нее Имя У нее Есть Имя О Есть BlaBlaName Нука 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 Фун Точка Name Шикарно Вместо Этого Здесь Напишем F Точка Name Во И здесь Такое Напишем Только F Не здесь Вот здесь Это у нас Был вход А это Выход Вы этого Хотите Чтобы они Отличались Вот так Значит На вход Это вправо На выход Это влево Фун А где Наш Принт Что-то Я не вижу А Да О Видали Вот Наша Отладочная Выдача Обратите Внимание Что Каждое Вхождение Функции Фун Сколько Их Ни На Есть После Этого 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 Этой Подмены Стало Таким Что Меня Здесь Смущает Обратно Это не так страшно Потому что Мы просто можем Эту подмену Не использовать Честно говоря Меня здесь Ничего не смущает Но людей Которые Придумывали Декораторы Вот Если кто-то Мне расскажет Почему Вот эта Конструкция Которая Написана Сейчас Неудобно Только Вот не так А вот так Я скажу Единственное Что меня смущает Сейчас На самом Тради Единственное Что меня Смущает Сейчас Это Существование Функции Фун В Девическом Визе То есть Некоторое Время Вот до Этой Операции Функция Фун Делала Одно После Этой Операции Функция Фун Делает Другое Вот Более того Давайте посмотрим Что у нее С именем У меня есть Сильное Подозрение Что Фун Точка Нем Ньюф Я кстати Не уверен Что то Что я сейчас Предложу Изменит Эту картину Существенно Но То Что У нас Функция Фун В течение Всего Этого Времени Существовала Как функция Которая Делает Вот это А после Этой Операции Стала Существовать Как функция Которая Делает Вот это Это конечно Не очень Хорошо Поэтому В питоне Придумали Вот такую Штуку Дамп Это Декоратор То бишь Функция Конструирующая Функцию Хотите Если хотите Функционал Такой Функция Которая Обрабатывает Функцию И Возвращает Функцию И вот Эта Конструкция Которую Я сейчас Нарисовал Эквивалентна Той Конструкции Которую Только что Удалил У нас Функция Фун Будет Обмазана Дампом Или Обмотана Если тут Такой Клубочек Блямпочка Считайте Что мы Намотали Вокруг Фун Еще Дамп Давайте Попробуем Эффект Тот же Самый Да Вот эта Конструкция Собственно И означает Что функцию Фун Определить И дальше Обмотать Обработать Ее Дампом Давайте Посмотрим Нет Ничего не Изменилось Да У нее Так и есть Девическое имя Ньюфы То есть Вот Это на самом деле Функция Ньюфы Ну в общем Как я уже сказал Декораторы Начинают быть Действительно Интересными Когда мы Работаем С объектной Моделью Потому что Всякие Разные Виды методов Методы Класса Статические Методы Всякие Разные Штуки Связанные С Шаблонной Программированием Гетеры И сетеры Вот это все Очень удобно Делать с декораторами Чтобы самому Не писать И мы С этим Встретимся Еще в этом Семестре Для тех Кто уже Заснул Предлагаю Еще более Извращенную Значит Я же говорю У нас сегодня Разговор Про разные Извращения Самое толстое Извращение Параметрический Декоратор Я расскажу В следующий раз Потому что Я боюсь Запутаться Просто Так что Я расскажу Про другое Давайте мы Вернемся Наш питончик И в очередной раз Сделаем функцию Которая возвращает Функцию Ну не знаю Там Дев Ген Или там Фген Да Фген От А Дев Ф От Х Ретерн А плюс Х Ретерн Ф Просто Как никуда Что делает Наша функция Фген Она генерирует Функцию Ф Которая увеличивает Своё значение На А Да АД1 Равняется Фген От 1 АД1 Это такая функция Да Не смотрите Ещё сюда АД1 От 8 Это 9 От 100 500 Это 1501 АД АД 100 Равняется Фген От 100 АД 100 От 0 Все Казалось бы Ясно Кристально Ни у кого нет никаких грязненьких подозрений Насчёт Ну Нет ли подозрений, что что-то здесь не так Вот во всём, что тут происходило Ну Оно доступно Вот оно Ну вы близко бьёте Вы почти попали Да Смотрите Это же локальный namespace Вообще говоря Я не знаю Я вам показывал Online Patent Tutor Прекрасный совершенно Сайтик Помните, как там заводятся namespaces Плодятся там Что-то происходит Дальше вы выходите из вызова функции Namespace удаляется Вот это А Который мы передали Вообще говоря Вот После этого Return Должно исчезнуть Ну По идее Тогда Внимание Вопрос Что прибавляется К этому нулю То есть Не так уж Всё прозрачно Вот в этом Вот в этой функции Из трёх строк Ответ Как это сказать Не то чтобы Ну Неостроумный Он нормальный Нам приходится Анализировать Содержимое Локально определяемых функций На предмет того Не ходят ли они В namespace Более верхнего уровня За именами И если ходят То происходит Так называемое Замыкание Замыкание Это залипание Локального namespace В сгенерированном Объекте Не просто То есть Питон На самом деле Анализируя Вот это определение Нашел там Обращение К Нелокальному Неглобальному Имени А Оно же И нелокальное То есть К имени А Которая приехала Из объемлющего Неймспейса Сюда И по факту Этого обращения Сформировало Так называемое Замыкание Клоужер Который Не будет Исчезать После Того Как Все Весь namespace Этот удалится По-моему Он прям Есть Этот Клоужер Прям Есть Тут Нет А тут Есть Видите Одна Целочисленная Ячейка Содержится В кложе То есть Если Забираться Глубоко Под капот Да Могут Открыться Детали Причинливой Формы В этой Штуке Вот Которые Собственно Следуют Следующей Логике Когда Мы Определяем Конструируем Объект Внутри Функции Этот Объект Может Захматывать Имена Из Локального Из Своего Нелокального Неймспейса Так и Называются Non-local Вот Даже Ключевое Слово Такое Есть Для Того Чтобы Эти Имена Были Доступны При Вызове Сконструированного Объекта Они Объединяются В так Называемое Замыкание Клоужер И Это Замыкание Является Частью Вот этого Определения Соответственно Тот Объект На Который Ссылалось Имя А Будет Доступен Через Этот Клоужер Вот В таком Немножко Извращенном Описании Как Целочисленная Ячейка Но Тем не менее Вот Кстати Можно Попробовать Провести Совсем Уже Чудовищный Эксперимент Над Кишками Питона Сейчас Попробуем Это Сделать Меня Меня Интересует Идентификатор Объекта Конкретно Вот Вот Этого Так Так То есть вот эта двоечка и есть, как нетрудно догадаться, содержимое этой ячейки. Ну и сама ячейка еще должна где-то лежать, понятно, да? То есть этот closure, он же где-то витает в памяти, на нее уже нужно ссылаться в функции f. Но идея стоит в том, что это один и тот же объект. Вот этот объект, который мы туда передали, вот его идентификатор. И вот этот объект, который сидит в closure, это вот он и есть. Капитан Очевидность как бы намекает нам, что в closure хранятся те самые объекты, которые туда попали. Такие дела. Ну что, мне кажется, никакую новую тему начинать больше не надо. У нас домашних заданий, кажется, только две задачки я сделал, по-моему. Или все-таки три, расщедрился. Ну короче, домашние задания есть, они заканчиваются в понедельник, как обычно. Так что давайте делайте. На сегодня тоже домашние задания будут. Я надеюсь, в выходных их сделать. Я думаю, что поскольку мы прошли все основные структуры данных, по теме, ну, упражняйте мозг. Ну там будут, наверное, какие-нибудь словарики, множество, еще чего-нибудь. Ну что-нибудь такое. То есть мы дальше пока не вышли. Я далек от того, чтобы делать домашние задания на параметрические итераторы. Хотя... Хотя... Нет, как раз на параметрические итераторы можно. Смотрите, он же... У нас же есть домашнее задание, типа напишите функцию. Ну короче, если я найду хоть какое-то применение параметрическому итератору, я его опишу и сделаю на него домашнее задание. Вопросы есть по всему этому безобразию? Простите? Нет. Смотрите, это кишки. Да, в случае сипайтона это адрес объекта. Прямо адрес памяти. Но... Вы, наверное, можете сходить к какой-нибудь таблице объектов куда-нибудь вот туда и взять этот объект по ID. Это можно сделать. Но это не наверняка. Да? Этим нельзя пользоваться. Это то, что лежит ниже семантики вашего языка программирования. Это его прагматика. Привязка объекта к его адресу и, соответственно, работа с идентификатором объекта в качестве идентификатора, в качестве инструмента доступа, лежит ниже семантики языка. Вот. Поэтому я бы, ну, как бы... Поэтому нет. Другое дело, например, когда вы пишете модули на ином языке программирования, на каком-нибудь C, да? То тогда да. Тогда только так и можно. Идентификатором объекта является его адрес. Ну, C. Вот. Вот у нас в следующем семестре, может быть, если пятна на Луне лягут в эту сторону, будет разговор целый-целый-целый один про то, как писать на C для питона и вот этот мостик между C и питоном. Вот. Такие дела. Еще вопросы? Окей. Если нет вопросов, тогда всем спасибо. В следующий раз у нас, по всей видимости, мы начинаем говорить про объектную модель в питоне. У нас не было разговора про файлы, нет? Ну и будет в самом конце. Ладно. А про объектную модель это интересно. Все. Тогда до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»